Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Дорогие друзья, как вы поняли речь сейчас пойдет о Лере Кудрявцевой. Сейчас вы узнаете небольшую биографию, как живет, сколько зарабатывает. Все как мы любим. Итак, Лера Кудрявцева, популярная российская теле- и радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, неоднократная ведущая премии Муз ТВ и музыкального фестиваля «Новая волна». Особое внимание телезрителей привлекло авторской программой «Секрет на миллион» на канале НТВ, где звездам ради денежного приза приходится делиться подробностями личной жизни. Некоторые подписчики критикуют ее за то, что в своем возрасте она до сих пор находится в образе Барби. Они упрекают, что она так и не выросла. Но ведь это ее личное дело, не так ли? В 2021 году начали появляться слухи, что Лера Кудрявцева работала в эскорте на старте карьеры. Об этом намекнул Андрей Разин. Валерия Львовна Кудрявцева родом из казахстанского Усть-Каменогорска. Будущая знаменитость появилась на свет 19 мая 1971 года в семье скромных научных работников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых. С детства девочка мечтала стать знаменитой. Первым шагом на пути к мечте стало поступление на факультет театральной режиссуры в культпросветучилище ее родного города. Обучение Лера Лера решила продолжить уже в столице и поступила в ГИТИС, где окончила актерское отделение факультета эстрады. Начинала карьеру Лера Кудрявцева с подтанцевок и бэк-вокала у знаменитых артистов. До 1995 года Лера выходила на сцену вместе с Богданом Титамиром, Евгением Осиным, Игорем Сарухановым, а также со Светланой Владимирской. Сейчас Кудрявцева уверена, что попасть в российский шоу-бизнес с улицы невозможно, везде нужны связи, полезные знакомства. Впрочем, подробности своего попадания в эфир, помимо помощи Игоря Верняка, девушка не разглашает. По одной из версий, Валерии помог ее первый муж. С первых же съемок Лера Кудрявцева показала себя с хорошей стороны и зарекомендовала как первоклассная ведущая. С 1995 года Кудрявцева вела такие программы, как «Партийная зона» и «Муза-босс». Она стала одной из неоднократных ведущих музыкальных шоу-песни года, премия «Муз-ТВ» и «Новая волна». Как актриса Кудрявцева дебютировала в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2007 году последовал фильм «На крыше мира», а далее – самый лучший фильм, где Лера сыграла девушку легкого поведения в компании других светских львиц. С 2009 года Лера вместе с Андреем Разыграевым вела программу «Культурный обмен» на телеканале «ТВ-центр». В 2011 году ведущая снялась в эротической фотосессии для журнала «Мэксом», чем заслужила звание одной из самых желанных женщин года. В 2013 Кудрявцева запустила собственную передачу на Муз-ТВ-шоу с Лерой Кудрявцевой, где Лера выступила в роли провокационного интервьюера гостей шоу, знаменитостей российского шоу-бизнеса. С сентября 2016 года Лера Кудрявцева ведет свою авторскую программу «Секрет на миллион» на канале НТВ, которая пользуется огромной популярностью у зрителей. В 2017 году передачу Кудрявцевой посетили Анастасия Волочкова, Евелина Блёданс и Дмитрий Маликов. Теперь немного о личной жизни Кудрявцевой. Первым мужем стал музыкант группы «Ласковый май» Сергей Ленюк, с которым они расписались в 1990 году. В 18 лет Кудрявцева родила от него сына Жана, которого назвала в честь своего любимого актера Жан-Клода Ван Дамма. Брак с Ленюком просуществовал всего два года, семейное счастье разбилось об ид. Во второй раз Кудрявцева вышла замуж за бизнесмена Матвея Морозова в 2004 году. Пара расписалась уже через три месяца после знакомства. Оба супруга много работали и редко пересекались дома. Однако и этот союз закончился разводом, спустя три года, когда Матвея Морозова посадили в тюрьму за мошенничество и незаконное пересечение границы. В 2008 Лера Кудрявцева нашла свое счастье с Сергеем Лазаревым, который был ненамного старше ее сына. Четыре года поклонники звезд следили за их союзом, который так и не окончился свадьбой. В 2012 году Лера и Сергей расстались, сохранив дружеские отношения. В 2013 году Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, их пышную свадьбу посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Знаменитая телеведущая признавалась, что наконец встретила свое счастье. Спустя пять счастливых лет в браке с Игорем Макаровым у них родилась долгожданная дочь. 9 августа 2018 года на свет появилась Мария. В настоящее время Лера продолжает вести собственную передачу и воспитывать ребенка вместе с мужем Игорем. Она очень много работает и старается успеть всю, совмещая несколько проектов и участие в качестве ведущей на мероприятиях. Весной 2020 года у Кудрявцевой произошел конфликт с Андреем Разиным. Знаменитости враждовали долгие годы, однако после скандального интервью Разина Лера планировала обратиться в суд, продюсер и музыкант сказал слишком много неоднозначных и оскорбительных вещей о ее прошлом. Среди них, высказывания о суррогатной матери, которая якобы родила Лере дочь, а также обвинения Кудрявцевой в проституции. Ну а теперь давайте расскажем сколько зарабатывает Кудрявцева. Ведь многим интересно сколько зарабатывают знаменитости. Основной род деятельности Леры – телеведущая. При этом ее заработная плата не отличается по размеру от менее знаменитых коллег и не превышает 100 тысяч рублей, по крайней мере, так говорят. Она также выступает на корпоративах в качестве ведущей, и это основной источник дохода Леры. На одном мероприятии она может зарабатывать до 2 миллионов 500 тысяч рублей. По некоторым сводкам за 2020 году она заработала более 30 миллионов рублей. Первое время она работала телеведущей в передаче «Партийная зона» и зарабатывала примерно 2-3 тысячи рублей в месяц. Доходы за подтанцевку в начале карьеры она нигде не афишировала, но, скорее всего, это ей приходилось платить, чтобы взяли. Со временем, помимо основной работы, Лера начала вести корпоративы и свадьбы, что дало возможность получать до 2 миллионов 500 тысяч рублей за выступление. Основной источник дохода Кудрявцевая, конечно же, ее муж – известный хоккеист Игорь Макаров. Ежегодно он зарабатывает около 2 миллионов долларов, без вычета налогов. Также здесь не учитываются премии дохода от рекламы, которые за год могут составлять не один десяток тысяч долларов. Сама же Кудрявцева выступает на корпоративах в качестве ведущей. Стоимость такого удовольствия – 20 тысяч долларов. Кудрявцева старается не завышать цены, чтобы и вовсе не остаться без работы. Ранее Кудрявцева снималась в фильмах и клипах, где за свои роли получала в среднем 6 тысяч долларов. Ранее семья владела квартирой, которая находится в доме элитного жилого комплекса на Красной Пресне. В 2010 году Лера отдала апартаменты сыну. Жилище расположено на 12 этаже, его площадь составляет 115 квадратов. В 2014 году супруги приобрели домик в Подмосковье. О жилище известно мало, но по фото в социальных сетях можно разглядеть, что дом двухэтажный обнесен высоким кирпичным забором. Еще одно жилище расположено на побережье Атлантического океана, в городе Майами. Здесь Лера обожает проводить время больше всего, квартира находится на 11 этаже, а ее площадь составляет 150 квадратов. До 2012 года телеведущая ездила на Porsche Cayenne 958. Это немецкий спортивный кроссовер, который на тот момент стоил от 60 тысяч долларов и выше, в зависимости от комплектации. Чуть позднее у нее появился Audi A7. Лера говорила, что ей подарил ее поклонник, но так ли это, неизвестно. Такая машинка стоит тоже от 60 тысяч долларов, но вскоре она его продала за 2 миллиона рублей. В 2014 году появились фото новой машины Кудрявцевой Lamborghini Aventador, которая стоила 400 тысяч долларов. Автомобиль подарил ей муж. Что нужно делать, чтобы получать такие подарки? А теперь давайте посмотрим, куда тратят свои деньги Кудрявцева. Примерно в 2005 году Лера вставила грудные импланты, при этом ей обещали пожизненную гарантию, но в прошлом году один из них порвался. Ведущая попала на операционный стол. Стоимость операции она держит в секрете. Но мы-то знаем, что это удовольствие не из дешевых. По ее словам, это единственная пластическая операция, хотя подписчики не очень в это верят. Да и кто поверит, глядя на кукольное личико 50-летней женщины, в 2013 году ведущая решила заняться благотворительностью. Она пожертвовала деньги сиротам в детские дома, которые должны были пойти на игрушки и одежду. Знаете сколько? Пару сотен долларов. Причем это была разовая акция, но она написала, что занимается этим регулярно. Поэтому пользователи социальных сетей обвинили ее в показухе, и писали, что этого исключительно ради пиара, поскольку Лера сфотографировала деньги и выложила на своей страничке. Вот как-то так дорогие друзья. Еще раз попрошу подписаться на наш канал, поставить лайк, ведь дальше будет еще больше биография знаменитости. Всем пока.